Региональным заводам помогают пережить кризис. Из федерального бюджета Саратовской области выделили свыше 50 миллионов рублей на поддержку 11 промышленных предприятий. Деньги направляют на выплату заработных плат там, где для сотрудников организуют временную занятость или предлагают переобучение. На предприятии «Нефтемаш Сапкон» рабочие смогли сохранить места и при этом не потерять в деньгах. Тему продолжит Елена Петрова. Производственный шум на «Нефтемаш Сапкон» не стихает ни на день. Здесь работают с понедельника по пятницу. Хотя еще недавно у сотрудников завода была перспектива перейти на трехдневную рабочую неделю. У предприятия, которое занимается производством оборудования для нефтегазовой отрасли, упало число заказов. Но на помощь пришла программа поддержки занятости. Нет у нас выпуска такого большого, что мы осваиваем новую продукцию. А для этого нам, соответственно, надо уже новые площадя, которые сейчас чем мы и занимаемся. Соответственно, раз мы с этой программой включились в эту программу по хозяйствам и работам, то получается, что заработная плата у нас уже не упала. Благодаря федеральным средствам на предприятии оставили пятидневную рабочую неделю и никого не сократили, при этом сохранив уровень заработной платы. Но здесь платят не просто так. Три дня сотрудники завода занимаются основной деятельностью, а еще два дня задействованы на так называемых общественных работах. В это время они готовят площадки для нового производства. В этой программе у нас участвует около 200 человек. Занято не только основные рабочие, которые у нас находятся на основном производстве, но это также и инженерно-технический состав нашего предприятия. Конструктора, технологи и работники вспомогательных подразделений. Пока 200 сотрудников готовят новые площадки, еще 120 человек проходят переобучение на смежные специальности. Это те, кто оказался под риском сокращения. На предприятии планируют сохранить весь коллектив. В руководстве не готовы расставаться с квалифицированными кадрами, которые понадобятся, как только кризис пойдет на спад. На заводе нашли новую бизнес-нишу. С прошлого года здесь начали собирать полноценные технологические блоки для нефтегазовой отрасли. Сегодня завершает уже четвертый заказ. Именно на такое производство сейчас нацелены. Мы усилили работу в этой ситуации в нашем маркетинге отдела сбыта по поиску новых рынков сбыта. В том числе по продукции непрофильной нашей, по чертежам заказчика. Расширили участие, несмотря на кризис, в выставках во всех регионах, во многих регионах России. И несмотря на кризис, количество разработчиков мы увеличили. Нефтимаш Сапкон – одно из предприятий региона, получивших поддержку федерального бюджета. Деньги выделялись по принципу, где больше персонала и где ситуация тяжелее. Всего средства на поддержку занятости получат 11 предприятий из Саратовской области.